Тернополь может вообще остаться без маршрута. К виной всему противостояние водителей и местных властей. Сначала маршрутчики объявили забастовку в будний день. Ну а теперь и вовсе решили продать свои автобусы. Что не устраивает водителей маршрутных такси, расскажут наши корреспонденты. Страница одного из популярных украинских интернет-сайтов с объявлениями о продаже разнообразных товаров. Со средины этой недели здесь несколько предложений купить автобус в Тернополе. На фото даже видны таблички с указанием маршрутов, которые раньше обслуживали эти машины. Объявления появились именно в тот день, когда, казалось бы, безобидный конфликт между водителями микроавтобусов и местной властью вылился в открытое противостояние. Маршрутные автобусы в Тернополе не нужны. Это водители маршрута как раз уходят со встречи с руководством города. Заявляют, продадут микроавтобусы и уедут работать за границу. А все из-за нововведения. С ноября прошлого года в городе электронная система оплаты за проезд. Пассажиры рассчитываются специальной карточкой. Считывающее устройство, валидатор находится у водителя. Он же должен выдать билеты. Мы обязаны дотриматься графику маршрута. За умовы валидатора мы просто-напросто не встегаем и начинаем нарушивать. А когда мы порушиваем, это идет на безопасную руху. И мы отвечаем за пассажиров. Через это мы не хотим. С этими валидаторами. В мэрии уверены, что причина забастовки совсем в другом. Готовка миттево начала сникать с громадского пассажирского транспорта, а сами автобусы. И через это водители вдалися до такого самозахиста. А если нет готовки, то они не могут брать столько, сколько они хотят. По стоящим пошли навстречу. Предложили набрать для рейсов кондукторов. Но водителей и этот вариант не устроил. Чтобы добиться своего, в середине недели, с самого утра водители устроили забастовку. Не вышли на маршруты. В считанные минуты на остановках образовались толпы людей. На работу добирались по несколько часов. Пришлось добираться на работу троллейбуса. Дуже много людей на остановках. И все добираются кто чем может. Забирают автобусы, запирают частные машины. Несмотря на забастовку, на уступки маршрутчикам в мэрии идти не собираются. Город может обойтись коммунальным транспортом, автопарк которого планируют пополнить в ближайшее время. Чернополь вот-вот закупит новые троллейбусы. А вот водители спустя сутки простоя все же выехали на маршруты. Правда, по словам пассажиров, большинство из них перестали использовать валидаторы и берут оплату за проезд, как и прежде, наличными.